Всем добрый день! Сегодня 16 ноября, находимся мы около рынка Тупачевского. Здесь у нас улица Тупачевского. Это новый у нас рынок построили. Вот написано городской рынок. Это старая территория, рынок. Сегодня у нас туман, прохладно. 4 градуса всего лишь тепла. Сегодня мы на рынок не будем заходить. Зайдем в магазин Магниткосметик. Здесь у нас афганский дом. Находится магазин Пятерочка. Два супермаркета. Пятерочка. Магазин Магниткосметик. Такая парковочка здесь у нас. Нужно приехать припарковаться. Пятерочку зайти. Здесь у нас пивной буфет Петрович. Бетняя веранда. Пятерочка будет подниматься. Здесь мы temos несколько штук. Работаем. Сейчас это работает. Пятерочка у нас пилосSoft. пиво по воскресенье здесь припарковались мы один пятерочка центр развития ребенка для детей от 1 до 7 лет развивающие занятия развитие речи памяти и внимания чтение письмо счет постановка руки ну и так далее подготовка школе английский язык основы хореографии музыкальные занятия для школьников русский язык математик английский язык и логопед психолог и телефон указан так сейчас пятерочку за ним для начала банкомат из пербанка фрукты овощи девушка нету для чебуреков только для пельмени хороший магазин не он нравится хотя дома не так что близко около дома на меня другой пятерочкой акции здесь всегда есть каждый вторник акции масло у нас подсолнечное такой детский отдел сахар 30 рублей здесь у нас гриль макароны хлеб у нас булочки батон и пряники овсяное печенье сухари сухарики ванильные зодчинные грузные хлопья Цена сезона Здесь у нас чай Гринфилд У нас скидки хорошие Якобс, в студии ему 109 рублей Это Голд А Монарх 275 рублей Это без скидки 7-6 рублей разница Итак, на все, здесь каждый вторник скидки С конфетой продаем Также на конфет Коровка 55 рублей Лебедушка 59 Это зефир Соки Добрый Добрый 54 рубля Кока-кола 34 рубля Это поллитра 54 рубля Кока-кола Возвращенное молоко Я предпочитаю Возвращенное молоко Покупать Из кореновки Больше всего мне нравится Каждый в своих местах Торты Здесь Масладов Кока-кола 34 рубля Ну, полю вон 209 рублей А то Это со скидкой Я уже не помню сколько Но кажется Пятерки 239 Стоил Йогурт Чудо-йогурт Здесь Вот Такая здесь Распродажа Распродажа Здесь Молочная продукция Сметана Ставропольская Сметана Московская Картофель Сыр Кукурузные Шарики Шарики Пицца Четыре Сыра Лайс Краб 52 рубля Красные Ценники Тоже с скидкой Идет На все На пиво Я же говорю Каждый Вторник Проходят Здесь Акция На все Здесь У нас Водочная Продукция Не пью Три года Даже цены Не знал Какие Журавли 275 Акция Не самая хорошая водка Водка Акция Водка Это Что такое Калинка Водка 340 Какой цены водки я узнал Здесь у нас напитки, пиво, Балтика крепкая, 45 рублей. Извините, а что это за прибор? Это экшн камера. А что это? Камера, обыкновенная камера, только мобильная. А вы работаете в магазинах? Нет, я блогер. Блогер? Да. Ютуб канал не смотрите, нет? И потом будете где-то что-то публиковать в Ютубе. Ну, внуку скажете, он покажет. Да не, мне вообще, знаете, может быть, не совсем я как-то дедилетант, но люди, вот эти блогеры, порой, знаете, поражаешься. Настолько люди размещают в интернете всех фильмов. Не грунду, я согласен. Я вот такое позитивное видео снимаю, потому что мы живем здесь, в Ставрополье. У нас рядом камин воды, у нас. Ну, так вот, у меня большущая просьба. Я все никак вот не лидирую. Сейчас вот это Юг Строинвест строит вот эти коробки. Ну да. Такие многоэтажные. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, я, у меня дача в полете, я езжу на велосипеде. А тут как-то мимо них все ездил, мимо перспективного ездил, вот там, не важно. А сейчас я езжу, значит, от нового музея, знаете, дорожка. А я вот там как раз не был, хотя видел я ее. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Дорожка, доезжаю до Тухачевского, там от нового музея идет, идет плиточная такая для пешеходов. Да, да. Дорога очень прекрасная. Ну ладно. Суть-то в чем. Еду я на велосипеде от этого, от этого, от музея. Да, да. Да, я не был, но я видел, что это музей. Я хочу туда съездить. По направлению Тухачевская улица. Вот. И вот этот вот промежуток, просто яни, вот это, как раз обозримое пространство, вот этих вот коробок многоэтажных. Это какое-то скопище. Ну сейчас везде так. Это, нет, не везде. И вот что, между вот этими коробками, такие узкие настроения, это же безопасность, проживание, вот мало ли что случись. Ну да, и там все в асфальте ведь. Все в асфальте закатано. Если у нас... Да, 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 не в этом дело-то. Вот, посмотрите, многоэтажка, вот она, а между ними вот так вот. Вот случись что, рухнет один дом, оно вот так вот все замрет. Ну так вот, первое, первое что, идет, идет на шесть хвей, вот это, 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 это Югстроен Греста. Они освоили технологию вот этого сооружения шестнадцатиэтажа, и они шуруют, шуруют, потому что технология-то освоена, освоена, уже, это, она, никаких проблем нет. Они, ну, с небольшими там какими-то, а на самом деле они одинаковые, коробки, они шуруют, и при чем, вот вы не были там, там, в Воронь-Казахстане, Тухачевска, в районе, в районе, не перспективно, казалось, проспект широкий. И вы знаете, в вечер что творится, там машины заполняют, пусть, пусть жителей-то много. Да, я вот за это тоже говорил, вот мне... А коробки-то большущие, они же этажные, да там какую-нибудь площадь, чтобы вот эти машины разместить, эти машины заполняют, все, дворы заполняют, вот этот проспект заполняют. Я еду на велосипеде, вот, он, казалось бы, широкий, машины, тут, 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 и вот промежуток узкий. Ну и Тухачевска узкая, вы ж видели, двухполосная, что там, вот построят они, что там дальше будет. Это ж пробки постоянные будут. Да? Да. Я вот за салютом здесь живу, и то я вот выехать не могу утром, после где-то половины восьмого не выйдешь, потому что сплошные пробки. Ну что, я-то хочу сказать, вот это вот, это вот, это не архитектура. Меня какой чиновник разрешил строить такое количество на такой площади? Это же безопасность проживания, безопасность. Вот. Была передача по телевидению на 9-м канале, народный канал, и там показывали вот эти вот наиболее отличившиеся города с постройкой вот этих вот гигантских вот этих вот какоробок. В том числе показали Ставрополь, наш проспект перспективный, как идет, идет нашествие вот этих вот коробок на города. Это же не архитектуры, ничего нет. Что? Это страшно. Ну да. Первое. Детсад один там, вот он там, арчит, ну около детсада я был там, я видел. В окружении вот эти вот гигантские детсады, вот эти вот, они вот так вот, кругом окружают детсады, вот мало ли что, вот эти здания, гррррррухит, взрыв, мало ли чего, так нет. Ну да, да. Детсад будет погребен, а потом еще что? Нет, не поликлиник, поликлиника у нас. А говорят, где-то строят поликлинику, да? Это знаете где, это где-то на конце города там, да далеко отсюда, у нас же район перспективный, вот этот гигантский штаб не был. Да нет, был я там, был, был. Вот, строят еще один, еще один строят. Там же Олимпийский у нас еще есть. Нет, строят этот Солнечный круг. Знаете нет? Нет, не знаю, еще и там не был. Идете по Шпаковской улице? А, ну вот здесь на кругу, на кругу, на спортивной. Да, там вообще 11 кранов насчитал. А, во? А я живу как раз, там грандиозное строительство. А я живу как раз напротив, мойку, знаете. Да, да, знаю. Вот я в мойке, я каждое утро смотрю, как они тихонечко, тихонечко, поднимаются. Они, они закроют весь, ну обзор, ладно, хрен с ним. Поликлиника 6, она уже вот так бы загружена. Да, поликлиника не пробьешься. Она рассчитана на 40 тысяч. Сейчас уже население, сколько здесь? Да я не знаю. У нас, наверное, полмиллиона есть уже, я так думаю. Вы в поликлинику не ходите? Да нет, я спортсмен, я практически не бываю. Я вас молодец. Да, 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 ну люди, то ведь болеют. Это наша сумочка, мы сейчас заберем ее. Вы знаете, невозможно пробиться в врачу. В гигантской очереди, в регистратуру, утром вы уже видели. Я знаю, я был в том году. А, это вы в том году были? Да, в том году, кажется, я был. А сейчас? Дочка у меня заболела, мы видели там, в какие очереди. Вообще не пробьешься. Ужас. Школа, одна школа там у них. Всего одна школа, детсад один. Конечно, взятки будут, а люди, дети, человек, на место. Суют все. Да, да. И так далее. Поэтому мне вот просьба, заснимите, вот идете от музея, от этого. Ну, я там хотел туда проехать, посмотреть. И вот по пешей вот этой плитке, она широкая. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. И вот так вот идите, и... И вот идете, и фотографируете вот эти коробки друг другу. Там наиболее перспективно видно, вот эта плотность. Потому что они такие. А между ними вот такие щели, 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 щели. И вот идешь. Я поражаюсь каждый раз. Это же преступление. Все нормы. Я... У меня есть знакомый Раити, бывший параб. Вот ведь все нормы безопасности, говорит, игнорируются. Никаких вот эти... Раньше при Советском Союзе были нормы жесткие. Нормы на безопасность архитектурных строений. Пожар, землетрясение и так далее. А вот так вот случись что, война! Это все... Это вот... капец! Достаточно одному и бомби! Вот эти как... Знаете, эффект ДД, эффект ДДД Мино, знаете? Ну да-да, сложатся. Все играли, подстаешь... Одну траву... А они ТРРРРРРРРРР Все! Вот эффект ДДДМино будет! Я думаю, не только один наш город, наверное, в других городах такое. Нет, ну так, может быть. Я давно уже не был в других городах. Ну так вот, примеры привели, показали прямо по телевидению. По телевидению не из польского телевидения, а московского какой-то, 9-й канал. И в том числе, среди там, я брать не буду, города я не помню, привели список городов. Характерность, характерны наиболее количеством постройки вот этих вот гигантских коробок. И в том числе, показали Ставрополь, вот это наш район. Понятно. Они-то показали центральную, по центральному проспекту, там улица широкая. Ну да. Тем не менее, вот наибольший эффект вот этой сгущенности, именно когда идешь вот от перспективного. Вот с стороны смотреть, это кошмар. Детцат, вот он такой. Ну это да. Вот, вот что снимает. Хорошо, хорошо. А вот это вот, ну кому-то надо, что-то тут. А потом еще, может, я, ну я еще раз минуту. Я все равно позитивное видео снимаю. Отниму минуту. Вот это соц, эти цити, это мусорная яма. И так и не только взять нашу эту балерину-то, как ее, на номенитую, извините, голос снимается. Ну, полосочка здесь приклеивается. А люди размещаются у семейной дела. Да кому вот это противно смотреть. Ну это понятно. А потом они... Ну я снимаю комвинводы снимают. Мы с дочкой любим ездить на комвинводы. Мы каждую неделю стараемся выходить. У меня раньше дача была, на даче занимался. Дачу я продал, машину купил. А что, дома сидеть-то не будешь? Мы стараемся поехать и ей, как бы, развлечения. И отдохнем все. А еще, вы скажите, значит, что что-то такое горяченькое. У меня по посещении там миллионы. Это что, все, я должен, например, на опасный сайт, я должен... Не, ну если не нравится, если вы смотрите, подписчики есть там. Какой-то популярный блогер, девушка, показывает по телевизору. У нее там что-то посещение на ее там блог или что-то там как-то. Да, да, да. Ну и вот. Просмотры. Да. Просмотры. Популярен все. Она что-то там подсказывает, что там. Ну и вот. И, значит, а теперь, значит, говорит, есть определенные вопросы. На интеллект у человека. А, ну да, конечно. Как его он называется-то? Ну ладно, тесто определенное. Вопросы элементарные. И вот ей задают эти вопросы на ее интеллект. Интеллектуальный уровень. Бух ты что? А она вообще, извините за войну, ни хера. Не знаю. Ну, зато блогер. Ну ладно, а то у меня дочка в машине ждет. Вот. И у меня вот отношения к этим блогерам. Хорошо. В музее там побываю, посмотрю. Можете быть, а может я и не это... Ну ничего, правильно. Свою точку зрения вы сказали. Это самое главное. Но отношения у меня к этим блогерам, знаете, люди чуть-чуть нездоровые. Нет, я снимаю вот это. На море был, на море там снимаю все-таки. Люди многие ведь и не знают, куда поехать. А я им показал, куда можно поехать. Поселок небольшой там богатый. Но хватит за это? Нет, мне ничего не платят. Я вот только начал в сентябре снимать. На море поехал и решил снять это. Там вода какая чистая. Я вот на море, ну уже как будто трей не баю, но по некоторой причине, ладно. Там я и на паршюте летал, там я и это... Ну понятно, понятно. И это... Дайвинг. Так сказать, я не про... Ну просто мне интересно. И на мотоцикле на водном. Но мне в голову не приходит заснять это для людей, для других. Ну сейчас... А зачем? Сейчас я снимаю. Я заснял, но я дома. Дома я... Я показал своим близким. Потом друзьям я показал, как я там это... Ну мне друзья, кстати, и посоветовали. Ты, говорит, везде бываешь, а что ты не снимешь? Открой канал, говорит, на ютубе. А вот размещать это в интернет, зачем это люди миллионам вот эту... Ну сейчас мои... Сейчас я снимаю. Или как это... Моя жена лежит на письку показывает. Снимают. Каждый из себя снимает. Может кому-то нравится. Я тоже это не смотрю. Мне это не нравится. Больным. Я это не смотрю. Ага, ну все, спасибо. Как вас зовут? В общем, у меня просьба, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Вот именно вот как... Вот идете по направлению. Я понял, я понял. Я на машине проезжал, на машине. Музей видела... Нет, на машине я позавчера... Что я смогу пройти пешком? Позавчера открыли, наконец, этот участок вдоль этого музея. Он же будет закрыт. Ага. Закрыт, открыли, вот надняв его. Сейчас так уже ездят. Ага, ну хорошо, хорошо. Но вы пешком идите, пешком. Вот я пешком вообще люблю ходить. От музея и вот в... Я понял, понял. До Тухачевского. До Тухачевского. До Тухачевского. И вот этот вид. Вот именно он характеризует вот этот страшный наплыв. Вот эти вот... Хорошо, хорошо. Ага, ну все, спасибо. Пойду, а то дочка уже заждалась. Я бы, если бы, вот, я бы, я... Я бы снял вот этот, ты придешь и... Ну снимем, обязательно снимем. Обязательно. Все хорошо. Так, ага. Ну все, уже и времени нет. Покупки покупать уже бумажка мне заждалась, наверное. Вот дедушка попался, ну вот такой вот. Как придешь, карту я сниму. Все. Уже в косметик некогда идти. Ну ладно, потом сходим. Тут дело к обеду, уже домой надо ехать. Покушать. Так. Интересный дедушка. Ну ладно. Пока на этом все.